Посоветуйте, пожалуйста, как женщине, руководителю по должности и по натуре, научиться переключаться на режим женщины в семье и не мешать своему мужчине раскрываться как лидеру. Но системная ошибка находится сразу во всех сферах. Я сейчас объясню в чем. Дело в том, что есть три стадии развития женщины вообще. Ну я буду их называть просто своими словами. Первая стадия называется принцесса на горошине. Ну то есть это женщина, которая только мечтает, ей все плохо, у нее высокая чувствительность, она хочет найти себе мужа, хочет хорошей жизни, но никто ей этого не дает. И она постоянно страдает. Это значит, что она просто неразвитая женщина. Она не хочет никому служить, хочет, чтобы было счастье, а делать ничего для кого не хочет. Просто мечтательница. Все. Второй уровень развития женщины. Это женщина, которая уже может служить другим, но при этом она не способна быть развитой в этом вопросе. То есть она действует, делает все, не используя свою самую сильную сторону. То есть неразвитая женщина, это женщина, которая грубовато все делает. То есть она и работает грубовато, и в семье служит грубовато. Потому что воистину только первого уровня женщина, самая высокая, которая способна быть женственной и на работе, и дома, является развитой женщиной. Это не то, что женщина на работе должна быть жесткой, а дома мягкой. Когда женщина на работе мягкая, ей даже работать не надо. Вот, допустим, представьте, женщина, мать по природе, да, очень сильное женские качества проявлено. К ней подходит, допустим, подчиненный, ну, подчиненный какой-то набедокурил. Она подходит к нему, Василий Петрович, нам вас придется уволить. И Василий Петрович поджимает ушки, идет и увольняется. Почему? Потому что она мать. С ней даже поспорить нельзя, потому что ее все любят и уважают. Женщине не надо ничего делать. Понимаете, в отличие от мужчины, есть мужская природа, это деятельная природа. Мужчине надо все делать, чтобы быть успешным. А женщине нужны только качества. Если женщина имеет качество, ей даже делать ничего не надо, за нее все сделают мужики, которые ей подчиняются. И они все ее любят и уважают, и они за нее глотку перегрызут. Поэтому женщина везде должна быть женщиной, хоть на работе, хоть дома. А если женщина не развита, она думает, что ей надо на работе быть мужиком, а дома она не может быть женщиной. Так она нигде не может быть женщиной, ей надо просто стремиться к этому. Понимаете? То есть, то же самое мужчина, у нее тоже есть три стадии. Первая стадия называется неразбуженный мужчина, спящий. Ну, то есть, он не знает, чем ему заниматься. Он как бы может сексом заниматься, может есть, выпивать, может работать. Кто-то не знает, где работать ему. Что-то не может найти работу. Ну, вроде бы хороший такой работник, но работу найти не может. Что-то там поработал, не понравилось. Здесь поработал, не понравилось. Это значит, что он как мужик ноль. Вторая стадия развития мужчины. Это мужчина, он становится очень напряженным. Это противоположность. Представляете, он с печки слез, и дальше он не может отдыхать. Он впахивает постоянно, такой напряженный. Ему надо курить, выпивать, чтобы расслабляться. Но он пашет, как и шаг просто. И он очень грубо себя ведет, жестко в жизни. У него нет сил терпеть обиду, там, какие-то трудности. Он как бы все нахрапом делает. Это вторая стадия развития мужчины. А третья стадия, он становится мужчиной. Означает мужественный, спокойный, добрый, сильный, разумный. И так на второй стадии мужчины, женщины ведут себя жестко. Женщины похожи на мужчин на второй стадии. Мужчины тоже очень жесткие, грубые. На третьей стадии женщины становятся женщиной, мужчина мужественной. На первой стадии ватрушка, и там ватрушка, и здесь. Просто есть женская ватрушка, это принцесса на горошине. Ей постоянно все не нравится. Она несчастная и мечтает все время. Делать ничего не хочет. Иди, поприготовь. Не могу, устала. Иди, постирай, устала. Иди еще что-то сделай, болею. Все время болеет и устала. Вот, это первая стадия женщины. Вторая, она много чего делает, но все грубо делает. Она, как женщина, много чего делает. Там стирает, убирает, все, метается, бегает. Но она грубоватая по природе. И ей кажется, что она как мужчина. Но она не как мужчина, а просто не развитая женщина.